всем привет вы на the game и сейчас в этом видео мы тоже продолжим обсуждение ситуации которая возникла в пятом раунде поединка усик дюба у нас на канале вышло уже видео которое мы назвали прослушка фрэнка уоррена почему упал усик она набрала рекордное количество просмотров но дело даже не в этом комментарии а их тоже было немало люди разделились примерно 50 на 50 одни считают что удар был ниже пояса другие считают что нет все было пределах правил и вот именно эти цифры до 50 на 50 заставили меня сделать это видео и более детально все-таки поговорить об этом эпизоде пригласила в гости сегодня украинского боксера профессионала ивана редкоча ваня привет и на the game приветствую тебя ну что поехали давай сразу с места в карьер ну ты вообще конечно известный хейтер и усика и ломаченко и других украинских боксеров но давай сейчас попробуем более все-таки объективно насколько это возможно обсудить своей помощью ситуацию которая произошла и так вот как ты считаешь удар был ниже пояса или нет и если ты считаешь что удар был пределах правил тогда аргументирую почему он чисто был ну чисто удар по по животу там не было ниже пояса то есть у тебя даже сомнений нет у меня даже сомнений нет по этому поводу что удар был чисто если судья должен был отсчитать этот нокдаун и продолжить бой а он взял оттянул какое-то время непонятно там пять минут дал чтобы саша восстановился и продолжил бой если взять с точки бизнеса был бы этот тайсон фьюри на место этого темнокожего бойца этот бой был остановили и закончили т.к.о. и на этом разговоры закончили наверное он пойдет в историю просто вот таким каким сейчас он есть спорным эпизодом спорным моментом потому что команда усика будет говорить что удар был ниже пояса другая страна будет говорить что все было пределах правил и правда нет но я хочу сейчас подвести к апелляции давай сначала вспомним эпизод у тебя был такой эпизод похоже в карьере мы сейчас показываем фрагмент как раз твоего поединка против дэна злотичанина и вот здесь у меня лично сомнений нет что удар был ниже пояса тут в принципе не спорить не о чем да а вот в фрагментах усик дюбуа но там есть о чем поговорить и дело в том что такая же ситуация еще была несколько лет назад в поединке ковалев андре ворд и тогда ворта выиграл бой был тоже за три чемпионских пояса удар был тоже как будто бы ниже пояса мы сейчас показываем повторную как бы фотографию до фрагмента того поединка так вот ворд выиграл команда ковалева в который кстати входил менеджер эгис климас который сейчас является менеджером александра усика они подали апелляцию на этот момент и апелляция была отклонена ну вы наверное скажете а куда они подавали апелляцию в штат невада ворд американец а что не могли принять наверное тоже будете правы но тогда это еще раз подчеркивает что такое в боксе возможно да и там коррупция интриги и так дальше ваня как ты считаешь ром я тебе скажу что комиссии сидят люди не из бокс просто проходим какие-то полицейские пожарники они вообще не из бокс и таких моментов в истории бокса и в боксе их много которые крали победы просто удар ниже пояса было и судья закрывал на это глаза и отдавал победы это бизнес это грязный я понимаю то есть если команда ворона подают апелляцию у них есть какие-то шансы или нет у них 0 0 то есть мы можем эту тему закрыть еще немного там поговорить о том был удар ниже пояса или нет и принципе все история закончилась комиссия даже рассматривать это не будет ром окей хорошо бой с дюба закончен ты веришь то что будет бой с фьюри я верю но он будет попозже и опять же как говорит сам тайсон он не хочет давать ему это вот вы потому что он ему не нравится усик как человек и команда усика тоже эггис климас и говорит ему и это фьюри не при неоднократно говорит в интервью мне его команда не нравится я могу тебе показать какие дома моменты где он это говорит прямым текстом они полное дерьмо я еще хотел с тобой обсудить ван такой момент как я уже сказал ты являешься наверное едва ли не главным хейтером музыка ломаченко и других украинских боксеров смотри на этот бой с дюба приехал василий ломаченко ром я тебя поправлю не хейтер если я говорю что-то правда и людям это не нравится ну почему я хейтер я же не ну хорошо давай так скажем давай так скажем ты уделяешь много внимания усику и ломаченко в своих соцсетях это можно сказать так немножко развожу это как это сказать кисель кисель завариваешь кисель хорошо вот давай давай поваримся в этом киселе да смотри на этом поединке против дюба приехал ломаченко что я заметил во-первых как мне показалось его практически не показывали трансляции это первое второй момент он не вышел в ринг после боя как обычно да это происходило и не было такой как бы радости за друга и вот вся эта история как раньше потом я начал вспоминать что я редко стал видеть вообще совместные фото их да и вы как-то совместно чтобы они где-то публично время проводили и я поймал себя на мысли а потом прочитал одно мнение что это связано с тем что ломаченко ну существенно растерял любовь болельщиков связано это с высказываниями по разным моментам или наоборот замалчиванием сейчас не будем это углубляться да но вот растерял он такую любовь болельщинскую плюс поражение не завоевал титул ну все все на одно наслоилось а усик наоборот сейчас на гребне волны усик рассматривается как даже политический проект он заявляет что будет баллотироваться президент и он побеждает в общем усик наверно сейчас вышел на совершенно другой уровень нежели ломаченко и вопрос в чем они реально не общаются или сократили общение скажем так или же это специально сделано чтобы этот шлейф ломаченко не перекладывался на усика сейчас я думаю что они как общались так и общаются это как как никак родственники там крестный отец какого-то ребенка кто-то из них поэтому они общаются просто один играет хорошую куклу а другой играет плохую куклу это как и политические как тебе сказать маневры вот эти шаги вот эти отвлекающие и они как общались так и общаются не ругались и просто сашей наверно абстрагировался от васи потому что если он будет общаться ему это не пойдет ни на руку что как он идет политику и ему надо быть чистым если он будет терпеть за за васю или заступаться за васю то он потянет у себя туда тоже в это болото которым есть вас и